Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Андрей Горгуленко мы работаем в прямом эфире. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Подарок к празднику для всех горожан. В Самаре ожидается снегопад 31 декабря. Три года, чтобы заселить всех обманутых дольщиков. Такую задачу поставил губернатор Дмитрий Азаров. Новый год по-спортивному. У стадиона Самара-Арена открылась Олимпийская деревня. В течение нескольких лет проблема обманутых дольщиков в Самарской области будет закрыта. Об этом заявил губернатор Дмитрий Азаров на заседании межведомственной комиссии регионального правительства. Меры принимаются кардинальные. Какие именно, расскажет Сергей Кизоркин. Шесть лет назад Наталья Вотинова решила купить квартиру в строящемся доме. Хорошая планировка, удобный район. Спустя время возведение остановилось, застройщик обанкротился. В итоге без жилья остались Наталья и еще более 200 семей. Благодаря системной работе губернатора, которая отставила интересы региона на федеральном уровне, вопрос будет решен за счет Фонда защиты прав граждан, участников долевого строительства. Были даны конкретные сроки достройки. Сроки были озвучены, объявлены. Окончательные даже достройки. Это 22-й год. Приятные новости под Новый год. Появилась все-таки уже реальная надежда. Возведение этого и еще одного дома в Тольятти будет завершено. Дольщикам третьего недостроя вернут вложенные деньги. Всего на текущее решение вопроса обманутых дольщиков этих объектов выделено 945 миллионов рублей, из которых 614 средства Фонда. Самарская область в числе приоритетных регионов страны. Совместными усилиями с федеральными структурами, муниципальными властями мы находим решение вопросов людей. И, конечно же, наша задача стоит в том, чтобы само понятие обманутый дольщик на территории региона ушло в историю. Мы этим вопросом здесь будем заниматься, что называется, до победного конца. Дмитрий Азаров подчеркнул, работа по решению вопросов обманутых дольщиков ведется по поручению президента страны. Регионам будет оказана серьезная поддержка. Только в этом году из-за реестра проблемных объектов исключили 4 объекта в областной столице. На самом деле объект очень сложный. Спасибо за, скажем так, за ваш колоссальный труд. Но это действительно труд, большой труд. Поэтому я искренне вас благодарю. Также перед уездом звонили дольщики, также просили вас поблагодарить. Ну и, соответственно, поздравить вас с наступающим Новым годом. Уже в январе Новоселье отметит самарцы, купившие квартиры на улице Аэродромной 140. В следующем году планируется ввести в эксплуатацию еще как минимум 6 недостроев в Самаре, Тольятти и Красноярском районе. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Его ждали, и он придет. В последний день уходящего года в Самаре ожидается снегопад. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки ветер усилится. Температура воздуха повысится до минус 7 градусов. На еженедельном совещании в мэрии глава города Елена Лапушкина поручила коммунальным службам перейти на усиленный режим работы. Также глава города раскритиковала работу предприятий тепловых сетей и СКС за несоблюдение сроков аварийных работ и невосстановленное благоустройство после ремонта труб. По информации городской административно-технической инспекции, сейчас в работе более сотни объектов. Ремонт на большей части должны завершить в ближайшие сутки. С огромной просьбой организовать в новогодние праздники нормальную работу. Еще раз прошу, своевременно оповещать нас о всех аварийных ситуациях, которые происходят на ваших сетях. Получить дошкольное образование в современных условиях. В Самаре открылся детский сад на 240 мест. Здания учреждения капитально отремонтировали и оснастили новейшим оборудованием. Масштаб перемен оценила мэрия Илчан. Более 20 лет здание на нововокзальные 213 использовалось не по назначению. Здесь располагались и центр занятости, и педагогические университеты, и городской центр развития образования. Несколько лет назад по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова было принято решение вернуть здание для детского сада. Теперь здесь разместились ясельные и дошкольные группы на 240 мест. Нам очень приятно, что в канун Нового года администрация города Самара правительства региона, весь огромный коллектив педагогов, Центр развития образования этого детского сада подарили детям и их родителям такой замечательный подарок. Национальный проект, который так четко и жестко контролирует губернатор Самарской области Дмитрий Ильич Азаров, и то, ради чего мы все и работаем. Для того, чтобы были новые детские сады, чтобы появлялись новые школы, чтобы появлялись новые дороги, чтобы город благоустраивался. И в канун Нового года я тоже хочу пожелать прежде всего счастья, здоровья, добра, мира и любви, чтобы в этом детском саду все дети были любимы, долгожданны, чтобы они знакомились с новыми друзьями и получали свое развитие. В дошкольном учреждении сделали капитальный ремонт. За 4 месяца здесь обновили фасад и кровлю, сделали ремонт внутри здания. Во дворе детского сада установили спортплощадку и игровые зоны. Теперь в детском саду созданы все условия для развития ребят. Комнаты оснащены музыкальными инструментами, мультимедийным оборудованием, конструкторами и сухими бассейнами. Жители промышленного района Самары признаются, этого события они ждали долго. Живем мы напротив, в принципе, и очень ждали открытия этого детского сада. Сын счастлив, серьезные слова, и мы сплачем, уводим его отсюда, ему очень нравится. Конечно, здесь будут реализовываться программы дошкольного образования в первую очередь, ну и, конечно, дополнительное образование. Сегодня мы все видели, конечно, это и современный технопарк, и сенсорная комната, и фитнес-зал, и другие образовательные программы, которые помогут нашим детям получить достойное дошкольное образование. В этом году в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России, и областных программ открылись 17 новых детских садов. Более трех тысяч детей теперь смогут получать дошкольное образование в современных условиях. Мэри Илчан, Максим Гусев, События. Чтобы все попали к новогоднему столу живыми и здоровыми. В Самаре идет массовая проверка пассажирских автобусов. Инспекторы ГИБДД проверяют техническую справность, оснащенность и укомплектованность автобуса. Условия лицензирования, карту маршрута регулярных перевозок. Проводят предрейсовый медицинский осмотр водителя и технического состояния транспортного средства. Особое внимание уделяется внесению изменений в конструкцию автобуса, лежакам и дополнительным сидениям между рядами. Конечно, не забывают и про режим труда и отдыха водителя. Для этого в салонах автобусов установлен тахограф. Этот прибор отсчитывает время эксплуатации. При остановке водителя делается распечатка, где проверяется режим труда и отдыха в пути. В случае нарушения водители отстраняют от работы и отправляют отдыхать. В пути разрешено проводить 4 часа, а после этого необходим часовой отдых. Ну, обычно в межрегиональном, международном сообщении водители, скажем так, то есть транспортные организации отправляют данный рейс не менее двух водителей. В связи с тем, чтобы, грубо говоря, один водитель 2 часа ехал, второй 2 часа и уже, впоследствии, отдыхали уже в процессе движения. Либо на остановках уже на вокзальных, где там они осуществляют посадки, высадки людей и тому подобное. Далее, коротко о других темах дня. В Самаре произошло ДТП по вине невнимательного водителя. В половине девятого утра на заводском шоссе на остановке Госбанк женщина за рулем девятки не предоставила преимущества пешеходу и сбила 25-летнюю девушку, которая вышла из трамвая и шла по пешеходному переходу. Автоледи ехала в направлении улицы гаражный проезд и не заметила девушку. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Ей назначено амбулаторное лечение. Самарские полицейские будут разбираться в деталях произошедшего. В Ставропольском районе на участке автодороги М5 Урал от Самары до Тольятти снижена максимальная скорость со 110 до 90 км в час. Как пояснили в дорожном ведомстве, мера временная и связана с образованием на участке дороги колейности, что в свою очередь провоцирует возникновение аварийных и опасных для жизни ситуаций. Ремонт этого участка автодороги планируется провести в 2020 году. В Новокуйбышевске мужчина срубил елку во дворе соседнего дома. Это выяснил участковый после обхода домов. В одном из подъездов он увидел большое количество сосновых иголок, а на лестничном пролете сосновую ветку. По хвойному следу дошел до квартиры, где и обнаружил срезанное дерево. Безработный 27-летний парень, ранее судимый за кражу и грабеж, не отрицал своей вины и пояснил, что похитил елку для семейного праздника. Устанавливается сумма причиненного ущерба. Если таковой превысит 5000 рублей, то мужчине грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или лишение свободы на срок до 6 лет. В ночь с 31 на 1 января все желающие смогут отпраздновать Новый год около стадиона «Самара-арена». Жители ожидают большая развлекательная программа и салют. С 8 вечера в Олимпийской деревне начнутся выступления артистов, дискотека, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. На площадке расположены катки для детей и взрослых, лыжная трасса, хоккейная площадка, горки, аллеи снеговиков, фудкорт, инклюзивный парк и многое другое. Инвентарь можно будет взять в аренду. Для удобства жителей предусмотрены две бесплатные парковки. В новогоднюю ночь общественный транспорт будет курсировать дольше обычного и высаживать пассажиров на площадке. В конце праздника в час 30 запустят салют, и небо на стадионе «Мазарит» 4500 залпов. Уроженец Самары 27-летний Кирилл Чернышев стал обладателем бриллиантовой совы в финале года телепередачи «Что, где, когда». Игра состоялась в воскресенье 29 декабря в Москве и завершилась со счетом 6-5 в пользу знатоков. Кирилл Чернышев, по мнению магистров клуба и ведущего, стал самым сильным игроком поединка. Играть в «Что, где, когда» он начал в 2006 году в специальной смене лагеря «Зарян». После этого несколько лет играл в команде гимназии, где учился. После поступления в университет играет за команду «Интегра». В сапоге у бабки играл Фокстрот. В Новокубышевском театре «Грань» премьера. Спектакль по пьесе современного финского режиссера «Сирку Пелтула» о непростых отношениях отцов и детей. В которых первые демонстрируют свою неготовность понять вторых и помочь им. Как шерстяные носки стали режиссерским ходом и что делают спектакли «Куклы» в сюжете Виктории Шарой. Неожиданный режиссерский ход, который сразу цепляет и завораживает куклы на сцене, как альтер эго главных героев. По словам режиссера Дениса Бакурадзе, который всегда работает с символами, он долго искал неожиданный прием. Но после возникновения идей с куклами спектакль сразу сложился. В голове. Воплотить идею на сцене вызвался художник-постановщик театра кукол имени Образцова. Шли методом от противного. Обычно куклы – штучный товар, они хранят тепло рук автора. В этой постановке эффект должен был быть другим. Выхолощенные чувства могли передать только куклы, созданные промышленным методом. Это 3D, да. И суставы 3D, она вся шарнирная, суставная, она очень подвижная кукла. Но очень важно было, чтобы это вышло не из-под руки мастера. Еще один ход – шерстяные носки. Они стали связующим звеном между родителями и детьми, находящимися на сцене, и их бабушкой, присутствующей незримо. Носки символизируют домашний уют, а с ним и взаимопонимание, которых так не хватает героям. Цепляясь за внешнюю форму благополучия, родители не хотят слышать детей, которые кричат о помощи. Спектакль поставлен по пьесе «Сирку Пелталы», написанной в 2002 году. Это одна из крупнейших драматургов Финляндии. Автор более 30 пьес, в которых разговор неизменно идет о семье, об отцах и детях и о том, что волнует их сегодня. Она не распространена, она не идет по всем театрам страны совершенно на сегодняшний день. И, конечно же, это та самая, ну, мне показалось, одна из немногих пьес современной драматургии, с которой мне хотелось поработать. Потому что, зная стилистику нашего театра, конечно, очень важно понимать еще, какую современную пьесу взять и как ее подать. Это второй опыт работы театра с современным материалом. Первый был спектакль «Тани Тани» по пьесе Ольги Мухиной, написанной в 1994 году. Впервые в России спектакль «В сапоге у бабки» играл Фокстрот, был поставлен в лаборатории МХАТа пять лет назад. Но он не пошел. Возможно, для успеха ему недоставало какого-то хода. К примеру, в виде кукол или теплых шерстяных носков. Денис Бакурадзе говорит, постановку можно играть и в современном интерьере, с диваном и телевизором. Но тогда зритель увидел бы другую грань. Виктория Шарая, Константин Головин. События. Праздник для всех спортсменов. В Самаре, около стадиона «Самара-арена», начала свою работу «Олимпийская деревня». Множество бесплатных развлекательных площадок для активного зимнего отдыха и новогодних гуляний самарцев. Подробности в репортаже Елены Нижегородцевой. И я официально от имени губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова даю официальный старт открытия «Олимпийской деревни». Свершилось! В выходные для самарцев открылась настоящая «Олимпийская деревня». 15 площадок для детей и взрослых. Три катка. Трехкилометровая лыжная трасса с подсветкой «Вечернее время». Для юных спортсменов – площадки для забавного керлинга с чайниками и хоккея. Площадка для игры в снежки «Юки Гассен». Аттракцион «Прыгни, как Соболев», «Тир», «Гигантский кикер». Для самых маленьких посетителей терем снегурочки со сказочными квестами. Две высокие горки, лыжный беговелый, инклюзивный парк и арт-аллея снеговиков. Для тех, кто замерзнет и проглодается, есть возможность поесть на фудкорте и погреться в вагончиках-теплушках. Двухлетняя Полина написала письмо Деду Морозу и сама положила его в почтовый ящик. Вместе с мамой они успели покататься на санках и паровозике. Нам очень нравится здесь, хорошая организация, письма написали, отправили. Надеюсь, Дед Мороз получит их. Горки, ну все хорошо. Мы очень хотим приехать на Новый год, посмотреть концерт, фейерверки. Со всей Самарой встретить праздник. Время работы деревни каждый день с 12 до 22 часов. До 8 января гостей деревни ждет программа зимних развлечений для всех возрастов. Олимпиада в валенках, заезд на собачьих упряжках, забег в новогодних костюмах, лыжный спринт, регби на снегу, мастер-классы от паралимпийцев региона, показательные выступления по фигурному катанию. Для удобства посетителей от остановки Алма-Атинска до парка курсируют бесплатные шаттлы. Строительство спортивного комплекса активно продолжается. В планах на грядущий год, по словам министра спорта Дмитрия Шляхтина, строительство футбольного манежа и крытый бассейн. Работать деревню будет круглый год. Во-первых, пространство большое. Во-вторых, стараемся сделать хорошую логистику, много парковочных мест. Ну и все, тут же лес, тут же свежий воздух, тут же великолепные возможности все-таки раскрыться как большой такой, знаете, новый инфраструктурный комплекс. В праздничные дни для гостей Олимпийской деревни подготовлена насыщенная новогодняя программа. 31 декабря всех желающих ждет лыжный марафон на 5 километров. 1 января шуточный забег Дед Морозов на 2 километра. 4 января самарских лыжников ждет спринт на лыжах 100 метров. Фод свободный, площадки бесплатные. Елена Нижегородцева, Григорий Плешаков, События. На площади Славы впервые залили новую ледовую площадку для катания на коньках. Тестовое открытие состоялось накануне. О том, как можно с пользой для здоровья провести праздничные дни на свежем морозном воздухе в репортаже Елены Нижегородцевой. Про открытие катка 12-летняя Варвара Черезова узнала из социальных сетей. Еле дождавшись окончания школьных занятий, она приехала протестировать лед с одноклассницами. По словам школьниц, больше всего им нравится удобное расположение катка. Мало того, что 10 минут от их школы, так еще и прекрасный вид на Волгу открывается. На коньки девочки встали совсем недавно, но в таких комфортных условиях считают, что быстро всему научатся. Бесплатный каток, теплые раздевалки, он большой, очень неудобный. Нету кочек, отлично катается, каждый день заливают, чистят. Мне все очень нравится, здесь красиво. Елка красивая, оформление новогоднее, праздничное. Подруги с детства Натальи и Ирина уже лет 10 не стояли на коньках. Некогда было, все время занимали семья и работа. Но вот дети выросли, сами вышли на пенсию и появилось свободное время. Женщины вспомнили молодые годы и то, как любили зимние виды спорта. Открыли интернет, смотрим, какие катки работают. На площади Славы сегодня открытие, ну мы сразу коньки взяли и вперед. Во-первых, близко. Во-вторых, очень близко. Во-вторых, наверное, тут очень красиво будет вечером, потом лед хороший. Надеемся, что музыка заиграет. На площади Славы каток открыли впервые. Он украшен цветовой подвеской, которая состоит из 110 светодиодных прожекторов. На ледовом пространстве, который занимает более 2000 квадратных метров, одновременно кататься могут до 150 человек. Покрытие устойчиво к оттепели заливает его ежедневно. Обладает высоким качеством скольжения, независимо от погоды и температуры. Главная изюминка катка – прочность льда, толщина которых достигает 30 сантиметров. Фигуристов ждет атмосфера настоящего сказочного шоу. Музыкальное сопровождение, красавица-елка в центре катка, мерцающие арки и стильные декорации. Для желающих подкрепиться мини-столовая и фуд-трак. Рядом с катком установлены павильон проката и раздевалки. Размеры коньков от 26 до 45. Каток будет работать всю зиму. Вход свободный с 11 утра до 11 вечера, без выходных. Елена Нижегородцева, Григорий Плешаков, События. Еще одна новогодняя елка в Самаре зажглась гирляндами. На площади Мочелова в выходные народ вводил праздничные хороводы вместе с Дедом Морозом. К ним присоединился и наш корреспондент. Два, три, елочка, гори! На площади Мочелова на Менталурге в выходные был аншлаг. Взрослые дети пришли посмотреть, как зажигается новогодняя елка. Эта традиция сложилась еще в советские времена. Елочка красивая в этом году очень даже. Нарядная. Вообще нравится здесь. Хорошо сделали. Реконструкция прошла замечательно. В 2019 году площадь Мочелова привели в порядок по нас проекту «Жилье и городская среда». А на днях здесь поставили новогоднюю елку с гирляндами. И все рождественские каникулы будут проходить народные гуляния с Дедом Морозом и Снегурочкой. Мы в администрации очень хотим, чтобы жители отдыхали именно здесь, именно внутри района. Поэтому это, конечно, наряду с парком. Вообще, обратите внимание, у нас получилась такая конструкция. То есть идет бульвар Металургов, теперь площадь Мочелова полностью реконструированная. И туда идет к парку Металургов. То есть действительно здесь можно полноценно жить и отдыхать. Новогоднюю красавицу привезли из Москвы. Вокруг елки скоро поставят ледяные горки и аттракционы. Площадь Мочелова превратится в современный развлекательный комплекс, где можно ярко встретить новогоднюю ночь. Мэри Елчан, Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Новогодний праздник прошел и на еще одной благоустроенной в этом году территории. Жители железнодорожного района устроили массовые гуляния на Крымской площади. Дед Мороз и Снегурочка подготовили конкурсы и развлечения. Подробнее расскажет Елена Нижегородцева. Маленькой Яне полтора года. Несмотря на свой юный возраст, активная малышка ничуть не отставала от детей постарше. Она успела и потанцевать, и порисовать. И если бы был бы конкурс оригинальному зимнему костюмчика, она бы в нем непременно выиграла. Нам все очень нравится, мы вообще активные, любим посещать такие мероприятия. Ну и счастлив ребенок, счастлива мама. Она участвовала в хороводе, танцевала, хлопала в ладоши, топала ножками. Даже Деда Мороза я видела за шубу трогала. Мне кажется, такие праздники для любого возраста подходят. 11-летний Данила Курсов выиграл сладкий приз за лучший рисунок на снегу. Он старался больше двигаться и участвовать во всех танцевальных конкурсах. Делится, кроме того, что это весело, в такую холодную погоду иначе нельзя, замерзнешь.